10 весовых категорий, сильнейшие атлеты из федерального округа и три дня противоборства. Выдержат все, но не каждый станет лидером. А последний ждет чемпионат России. Он пройдет через два месяца в Хабаровске. Впрочем, наш турнир материально-технической базы сегодня не уступает российским. К этим соревнованиям хочу сказать огромное спасибо нашему министерству спорта Алтайского края. Был куплен помост олимпийский и также два грифа мужской и женский олимпийский и комплект олимпийских грифов дисков. Новый инвентарь перейдет в пользование алтайской секции тяжелой атлетики. И он точно пригодится. Турниры среди атлетов наш регион планируют проводить ежегодно. А это уже достижение. Так гости сегодняшнего чемпионата вспомнили, что последний раз соревновались в Алтайском крае 48 лет назад. Сам будущий мастером спорта Советского Союза. Я в 78-м году выступал в городе Бийске, проходил чемпионат Сибирского федерального округа. И поэтому то, что мы снова вернулись на Алтай. Алтай такое место, в которое мы любим всегда приезжать. Ну, весь Кузбасс ездит отдыхать к вам. Алтайская федерация планирует также замахнуться на проведение всероссийского турнира среди юношей. Техническая база позволяет, да и подобные соревнования проводит пока только Москва. Так что шансы на то, что вся страна приедет к нам в регион, велики. Переговоры со Всероссийской Федерацией уже начались. Дмитрий Дроздов, Александр Антропов. День с толком. Продолжение следует...